Всем-всем привет! С вами Клеопатр! В сегодняшнем выпуске я вместе с моими тиммейтами расскажем вам, какие пики стоит брать для прохождения испытания чемпионата. Да, у погоды случился какой-то скинный коллапс, но не будем об этом. Испытание чемпионата начнется уже в эту пятницу, и как всегда для успешного прохождения нужно сделать 15 побед в 5 разных режимах. Проиграть можно только 3 раза. Если проигрываете 4, то вы летаете из испытания. И при этом докупить попытки нельзя, так что важно проигрывать как можно меньше. Первый режим это Броуволл и карта Зловредные поля. Вообще в этом чемпионате карты будут прям олдовые, и Зловредные поля тоже давненько в игре, но мы с вами очень давно на них не играли. Поэтому я как всегда рекомендую прежде всего немножко вспомнить эту карту и пойти в дружеский бой, поиграть хотя бы с ботами, чтобы напомнить себе, что где находится. Здесь очень много кустов, поэтому обязательно берите снаряжение на кусты. В качестве крепкого пика рекомендуем вам Сэнди, Челку и Шелли. Сэнди недавно получил гиперзаряд, который делает его достаточно мощным бойцом. Кроме того, гиперзаряд на Сэнди очень быстро и легко накапливается, потому что вы можете попадать в свои тычки сразу по нескольким соперникам, благодаря чему быстро накопите не только на гипер, но и на ульту. И обязательно берите пассивку на дамаг, потому что если в кустах будут прятаться соперники, то вы с помощью этой пассивки постоянно будете видеть, где они находятся. К тому же они не смогут хилиться, если находятся в вашей ульте. Это даст вам большое преимущество. Также с помощью гаджета Сэнди вы можете как забить мяч в ворота, гаджет естественно на усыпление, так же и спасти свои ворота от забитого мяча. Пчела будет хорошим саппортом для танков, потому что у нее хороший дамаг и даже если соперники возьмут много танков, пчела сможет помочь. Но Шелли будет и для танков хороша, и ворота сможет раскрыть, так что тут универсально. Также не забывайте про гипер Шелли, который вам естественно поможет. По расположению пчела находится на меду, а Шелли и Сэнди отправляются на фланги. Внимательно следите за пиком соперника. Если, например, у соперника есть какой-то спам, допустим Тары с чертиками, то Шелли лучше не стоять на такого сопа. А вот Сэнди вполне, потому что у него атака по области, и он сможет за одну тычку убить всех чертиков. Но Шелли лучше стоять на тех персов, у которых нет спама. Следующий режим захват кристаллов и карта роковая шахта. Здесь по классике ожидаемо увидеть рикошеты, и скорее всего вы будете их встречать. Но мы решили пойти немножко от обратного и взять пик, который сможет спокойно контрить рикошета. Это Чарли, Пайпер и Пингвин. Пайпер, естественно, стоит на меду и будет хорошим дамагером на меду, а также собирает гемы, в случае чего просто отлетаете на ульте. Пингвин и Чарли отправляются на фланги. Если напротив стоит рикошет, то оба этих бойца смогут с ним справиться. Если же у соперника будут танки, то здесь будет хороша Чарли с учетом ее кокона. Также Пингвин сможет не только перебивать через стенки, но еще и создавать станцию, то есть делать спам. А с учетом, что у Чарли тоже есть паучата, то в какой-то момент вы сможете стать таким прям спамным миксом. И это большой плюс для такого пика. Пингвин и раньше был хорош в роковой шахте, но сейчас он вдвойне лучший, потому что в недавнем измене баланса его немножечко бафнули. Так что Пингвин будет чувствовать себя хорошо. Его Пингвинята теперь бегут быстрее и будут очень назойливыми. Так что самое главное это постараться как можно быстрее накопить на станцию Пингвина. Кроме того, Пингвинчики будут подсказывать вам, где находится соперник, потому что они идут именно в ту сторону. То есть у вас будет такой проводник, который указывает, где соперник. В особенности это актуально, если против вас будут бойцы, которые могут быстро перемещаться и оказываться в других местах. Например, тот же Карделиус или же Лили под своим гаджетом. Пингвинята здесь вам помогут. Следующий режим – горячая зона и карта открытая. Этой карты тоже давненько не было в Бравле, так что опять же напоминаю, сыграйте сначала с ботами, вспомните, что здесь где находится. На карте много препятствий, но не особо обольщайтесь, потому что если у соперника будет раскрывающий пик, вам могут раскрыть всю карту. Поэтому мы решили взять такой пик, который будет комфортно использовать и на закрытой, и на открытой карте. На меду у нас находится Джейси, которая благодаря одной точке будет очень быстро фармить пушечку. А так как сейчас есть еще и гипер на Джейси, который тоже легко и быстро фармится, то вы сможете быть вдвойне эффективными. Также мы взяли Карделиуса, который может прятаться, по крайней мере, первую часть катки за стенками, и благодаря чему накапливает себе быстренько ульту от нескольких соперников. И взяли Лари и Лори. Это отличный вариант метателя, лучше, чем, допустим, Динамайк или Тик, потому что у него больше возможностей за счет дистанции, и он более самостоятельный. То есть, например, если на Лари и Лори залетит Морсис, то вы сможете спокойно его отдевать благодаря тычкам и ботам. Но, а если на Тика или на Дина залетит Морсис, тут уже отдевать сложнее. Поэтому рекомендую брать именно Лари. Как я уже сказала, на этой карте только одна точка, поэтому не нужно приклеиваться к друг другу. Один игрок у вас стоит на точке, а два остальных стоят по флангам и не ходят вместе. В особенности это будет актуально, если против вас тоже возьмут Джесси или Бель, то есть что-то такое, что отскакивает и наносит дамаг. Ну или, например, та же самая Пенни, у которой вообще сквозной урон. Поэтому не стойте всей толпой, расходитесь по флангам, это будет более эффективно, чем если вы будете все стоять вместе. Кстати, небольшой лайфхак за Карделиуса. Если вы забрали соперника в свой мир, то не спешите его там убить. Вы можете просто постоять, поиграть с ним какое-то время, дождаться, пока у вас закончится действие ульты. И все это время соперник не будет мешать вашим тиммейтам. Это особенно актуально, когда в пике соперника есть какой-то один боец, который прям вот всем мешает. Так что старайтесь его воровать в свой мир, и тогда вашим тиммейтам будет легче захватить точку. Следующий режим это Ограбление и карта надежного укрытия. Здесь просто однозначно рекомендую взять именно тот пик, который показан у нас в ролике, потому что это самый имбовый пик сейчас при текущем балансе. То есть, если в других режимах вы можете взять что-то свое, другое, то здесь я прям настоятельно рекомендую брать именно это. Итак, давайте разбираться, что мы делаем. Во-первых, стоит отметить, что Чаку немножко изменили его геймплей. Метки теперь ставить проще. Для того, чтобы поставить метку, нужно ее потянуть в сторону, а для того, чтобы подъехать к метке, нужно просто тапнуть на ульту. Раньше управление за Чаку было сложнее, так что вы просто проставляете три метки, последнюю ставите за сейф или в сейф, для того, чтобы получать дополнительный дамаг и дальше катаетесь туда-сюда. С Мелоди история похожая. Ей нужно как можно быстрее накопить себе на три ноты, дальше накопить на ульту и на ульте подбежать к сейфу. Как только Мелоди окажется у сейфа, вы просто бегаете рядом и нотами сносите сейф. Ну а кольт в этой дружной кампании является обороняющим персом, который защищает ваш сейф, пока вы наводите суету на Чаки и Мелоди, а также выдает дополнительный дамаг по сейфу за счет гаджета плюс один. Быстрая победа этим пиком вам обеспечена. И, наконец, последний режим – это награда за поимку и карта «Падающая звезда». Вот который раз замечаю, что в испытаниях чемпионата именно «Падающая звезда» является замыкающей картой. Вот уже не первый испыт такой происходит. Мы, как всегда, предлагаем наш стандартный пик – это Тик, Пайпер и Нани. Думаю, что общие моменты вы знаете, потому что уже не первый ролик я про этот пик рассказываю, но хочу отметить, что Тик стал сильнее, потому что у него появился гиперзаряд. Так что за Тика будет играть еще комфортнее, чем раньше. Как всегда, используйте нерушимые стенки для того, чтобы спрятаться за ними на метателе. Но внимательно следите за тем, какой пик будет у соперника. Если там что-то неприятное для Тика, например, это Грей, Фэнк, Карл, то будьте аккуратны и всегда держите на чеку свой гаджет. То есть не оставайтесь вообще без гаджетов, если это только не конец катки. То же самое с ультой. Лучше приберечь ульту и использовать тот момент, когда на вас кто-то залетит из этих бойцов. Если же пик обычный, то есть для Тика ничего ужасного нету, то используем голову, в принципе, как обычно, стараясь сделать киллы. Для Пайпер используем пассивку на кусты, поэтому сидим либо в левом, либо в правом кустике, но никак не на меду, потому что там не очень комфортное положение для Пайпер. И не забываем про гаджеты на добив. Ну и, соответственно, на ней, чем быстрее вы накопите ульту, тем больше шансов у вас будет на то, что вы сделаете дополнительные киллы. Лично по моим ощущениям, на этой карте удобнее на Нане играть с правого фланга, но вы видите, что Леша стоит на левом фланге и при этом тоже чувствует себя комфортно. Да, и обязательно тоже используйте гаджеты на Нане, потому что есть возможность вернуть урон. При этом, если урон будет большой, например, от гаджета Пайпер, то вы сможете даже убить ее, если у той будет мало ХП. Я надеюсь, что с помощью этого видео вы сможете пройти испытание на 15 побед и забрать все награды. Поэтому ставьте лайк, если видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Отдельно благодарю спонсоров канала за помощь и поддержку с развитием контента. Ну а вам желаю удачи и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok